Вопрос. Можно ли там встретиться вот в этом, скажем, состоянии или измерения, как правильно сказать, в этом месте с реальным человеком? И еще будет один вопрос, что такое сонный паралич? Звучит так угрожающе как-то, да? Как-то так, не очень по-доброму. Но вот ответьте, пожалуйста, на эти два вопроса, в той последовательности, в которой я вам их задал. Да, благодарю. По поводу встретиться с человеком. Мы вот тоже в прошлый раз вкратце разбирали, вкратце скажу, что встретиться можно с той бессознательной моделью. Вот мы, например, с вами сейчас общаемся, Владимир, и я осознанно вас воспринимаю, условно говоря, на 10%, а бессознательно на все остальные 90%. То есть, выйдя вне тела, я вас встречу точно таким же, даже, может быть, более реальным, да, я сейчас вижу вас на экране, а там я вас могу встретить, встретить, как если бы мы с вами встретились в реальности. Пожать вам руку, пообщаться, услышать ваш голос не просто в наушнике, а в реальности. То есть, бессознательно моя информация у меня о вас есть, просто я ее сейчас не осознаю. Так вот, вот эту копию, вот эту модель вас, такую же реалистичную, как вы в реальности есть, встретить я могу. Это доступно каждому на основе нашего бессознательного. Это мы можем делать. Вопрос в том, могу ли я встретиться с вами с реальным, чтобы вы об этом помнили. Вот об этом вопрос, да, чтобы мы вдвоем сохранили ощущение от встречи. Например, провести семинар или лекцию, то есть, собрали тысячи человек, да, и провели лекцию. Вот, это делается следующим образом, что, опять же, по статистике, 95-98% практиков могут встречать то, что вот я сейчас до этого описал, да, но два из них, процента или 5%, да, ну, по-разному бывает, ребята, могут действительно встретиться со своим другом, и эта встреча будет им и помнится, и она будет соотноситься с реальностью, да. Выйдя вне тела, мы можем там что-то себе друг другу, какие-то знаки дать, вернувшись в тело, потом об этом помнить. Это говорит о том, что у нас, и у каждого из нас есть индивидуальный бессознательный, у меня свое, у вас свое. Мы можем с вами учиться настраивать мостики между нашими энергоинформационными полями, нашими, так сказать, индивидуальными бессознательными, чтобы учиться потихоньку встречаться. То есть, сначала это будут образы, сначала из 10 попыток наших встреч, может быть, 9 будут неудачными, а одна будет относиться, да, к той реальной информации, которую мы друг другу передавали. То есть, это нужно тренировать, это не так просто, не так сразу у всех открывается. Вопрос. Но это возможно. Да, то есть, вопрос, иными словами, мы можем теоретически, вот, например, мы, там, вы, вот, с вашим учеником вы позанимались, он уже в курсе, как туда выходить, и вы, вот, вы вдвоем вышли в состояние, и общаетесь на уровне, привет, привет, как дела, пойдем попьем молока, например, да. То есть, это работает, да, или это не так работает? То есть, он может посидеть, карстер разжечь, поговорить, на гитаре поиграть, или нет? Смотрите, есть такая практика, как, например, передача мыслей на расстояние, да, как это делается? Это, ну, это же можно, этому люди учатся, да? Да, телепатия, конечно. Телепатия. То есть, это как делается? Это делается длительность и настройка друг на друга. Через вот эти вот сознательные преграды, которые нам очень сложно это позволять, да, совершить. В фазе то же самое необходимо делать. И это, естественно, можно и нужно делать. Итак, если вы со своим учителем выйдете в бессознательное, то как будет происходить эта встреча? Что вы вдвоем запомните? Что если это состояние восприятия уже натренировано, если есть связь, то все, о чем мы говорим, о том и запомним. Я вам могу сказать, что мы с вами, и с вами в том числе, и со многими другими людьми, с кем, например, я общаюсь, или с кем вы общаетесь, бессознательно всегда встречаемся. То есть, ну, это на самом деле вторая сторона нашей реальности. Мы думаем, что здесь, в физическом мире, мы вот так раз с вами, Владимир, да, вот познакомились неделю назад, и сейчас второй раз встречаемся. Нет, мы уже раз 20-30 бессознательно давным-давно общались. И подтверждение этому я также для себя находил не раз. Объясните, я не очень понимаю. Не конкретно с вами, а с учителями. Я понимаю, объясните, пожалуйста. Да, смотрите, у нас есть наше осознанное бытие, в котором нам мы привыкли находиться. Это, условно говоря, вершина айсберга. Еще у нас есть, у нас с вами бессознательное наше бытие, которое мы не осознаем. Это вся основа айсберга. Так вот, на этой бессознательной основе и происходит большая часть нашего общения, нашего взаимодействия, нашего обучения в этой жизни, которое мы просто здесь не помним. То есть я не раз выходил на это состояние, когда я осознавал общение со своими учителями, со своими близкими друзьями на бессознательном уровне. Когда мы там немножко другие, когда мы там более осознанные, когда мы там более продвинутые, когда мы говорим о тех вещах, которых мы только… Вот в реальности ты, например, изучаешь свои предназначения, хочешь раскрыть себя, узнать устройство мира и так далее. То есть мы вот бессознательно здесь пытаемся через усилия, через упорство найти для себя какие-то ответы на свои вопросы и учиться. То вот на бессознательном уровне я находился в таких состояниях, когда встречался со своими друзьями, когда все это мы давным-давно знаем. Когда мы друг от друга, живущих в сознательности, мы относимся к этому как, как сказать, ну давай, мы сейчас это с тобой обсуждаем, мы это все понимаем, знаем. Сейчас ты это все забудешь, и я тебе постараюсь бессознательно тоже этого не понимая, подсказывать, как раскрыть в себе какие-то знания. То есть если бы все сразу давалось, а на самом деле нам в жизни дано все, ну вот все, что бы мы хотели, да, жизнь бесконечна, пространство бесконечна, вселенная бесконечна, то не было бы потребности на этой планете Земля получать какой-то опыт. Вот мы сами себя, как сказать, ну, обводя вокруг пальца, вводим состояние осознанности определенной специальной ограниченности, чтобы через эту ограниченность, как через стерни к звездам, развивать свои качества души. Я как это, да, вижу. Так вот, подобные встречи, когда мы в небоограничном состоянии, да, находимся, они у нас происходят практически каждую ночь в нашей бессознательной сфере. Если практиковать интересное путешествие, будете это замечать все чаще и чаще, для слушателей могу подсказать, ну, источник, который это более детально сможет вам прояснить. Есть такая книга очень хорошая, она называется «Хакеры сновидений», там вкратце частично об этом рассказывается. Что и автор? Реутов, имя, не помню, фамилия Реутов, «Хакеры сновидений». Я рекомендую ее изучить, особенно практикующим, особенно, потому что не все в жизни так, как мы привыкли воспринимать. И практика интересных путешествий позволяет открывать такие нелогичные, непривычные, непонятные вещи, которые действительно в действительности происходят, но которые мы не осознаем. И да, необходимо, у меня, к сожалению, сейчас нет пока, это может быть я сам не готов или еще как-то, у меня нет, к сожалению, сейчас определенного достаточного количества людей, чтобы я с ними был готов, чтобы они были готовы заниматься нормальной, стабильной практикой для тренировки вот этих вот совместных выходов. У меня просто есть определенные критерии отбора людей, с которыми я готов заниматься. Эти критерии достаточно жесткие, ну, может быть, я не знаю, по какой причине, да, это так. Вот, но я обращаюсь ко всем нашим слушателям, если вы готовы практиковать, если вы готовы находить, так сказать, себе подобных, кто в этой теме тоже хорошо развивается, самостоятельно, кто готов объединяться, пожалуйста, давайте знакомиться, дружить друг с другом, чтобы друг другу помогать. Итак, уважаемые дамы и господа, хочу напомнить, что на волнах радиостанции Сан-Гейтс у нас сегодня выступает Дамир Миронов, астральный летчик, человек, который знает всевозможные интересные штуки про бессознательное, знает, как попадать в эту бессознательность. Ну, теперь дальше. Что такое сонный паралич? Вот такое страшное слово, какое это сонный паралич? По поводу сонного паралича я кратко скажу, что это то состояние, когда мы спонтанно пробуждаемся в промежуточном состоянии между сном и бодрствованием, когда мы спонтанно оказываемся вне тела, но мы думаем до сих пор, что мы лежим на кровати в физическом теле. Так как мы предполагаем, что мы лежим в физическом теле, мы пытаемся им же и подвигать. Но мы знаем, что когда мы спим, когда наше привычное бодрствование отключено от физического тела, привычное восприятие отключено, мы во сне можем бегать, прыгать и так далее, но наше физическое тело же не двигается. То есть что происходит? Перекрытие каналов осознанного управления физическим телом, условно говоря. То как раз-таки оказываясь в фазе, вне тела, у нас тоже физическое тело не двигается. Но в это время мы можем двигать фантомным телом, да? Это отдельный разговор. Но если мы там оказываемся... Наверное, наверное. Я вам верю. Если мы в этом состоянии промежуточном оказываемся спонтанно и не понимаем, что это возможность начать чувствовать свое фантомное тело, и пытаемся по привычке двигать своим физическим телом, то поэтому импульс это и не поступает в физическое тело, потому что оно в это время отключено. И поэтому нам кажется, что мы бессознательно себя моделируем, что мы пытаемся подвигаться, и мы не можем двигаться, и нам кажется, что мы не можем встать. Но в это время мы можем замечать, что вокруг нас необычные звуки происходят, вокруг нас может кто-то ходить, необычные, да? То есть это бессознательно моделируется. Так может показаться, что мы умерли? Может показаться, да. Мы можем подумать, что... И что же тогда делать? Проснуться? Обычно люди в это время боятся. Вот смотрите, бывает такое, что, ну, кстати, такая, ну, серьезная, курьезная ситуация. Человек подумал, что он умер. И подумал, что все, пришел его конец. Ну, может быть, с одной стороны, слава Богу, с другой стороны, эх, многое не успел. И стал молиться. Господи, вот, прими меня к себе, там, и так далее, да? Его принимают. И после этого он возвращается в привычное восприятие физическое тело. Так. Он не понимает, как так, я же вот только что отдал, отдал уже все, пошел, улетел практически, да, в туннеле. Смотрите, что происходит. Если в этом состоянии мы начинаем бояться, либо, ну, сопротивляться этому состоянию, то страх является одной из фиксирующих возможностей вообще задерживаться вне тела. То есть есть даже такая техника, если ты находишься вне тела, специально себя там пугаешь, ты там будешь находиться дольше, нежели если этого не делать. Я не рекомендую ее использовать, но это как в качестве эксперимента. Ребята делали, это работает. То есть, если мы там боимся, мы автоматически себя там углубляем сильнее. Это я знаю, это я уже испытывал. А если мы отпускаем эту ситуацию, начинаем молиться, либо просто понимаем, что тут бояться нечего, просто, ну, ничего не делаем, ну, например, человек начинает молиться, да, он что, он отключается от этого страха, он отключается от текущей ситуации, которая, да, негативная. И это отключение просто, это моделирование бессознательное просто выключает. И вот с этим, кстати, много эзотерических вещей связано, когда мы сталкиваемся, ну, сейчас меньше, раньше чаще было такое, что человек, например, оказывается в сонном параличе, начитался, что в этом состоянии его должны там есть, кусать какие-то кракозябры, черти или еще кто-то, демоны на него нападут. И действительно, они там начинают его кусать, там что-то ему рассказывают, сейчас мы тебя съедим, зажарим и так далее. А вот физическая боль там чувствуется? Если вы в нее верите, естественно, конечно. Так же, как и наслаждение? Так же, как и наслаждение, да. Как и удовольствие, как и боль. Так как это опасно? Опасно психологически, если вы боитесь этого. И вот знаете, в чем может быть опасность? Что вы очень сильно можете испугаться. Не понимая природу этого феномена, человек, оказываясь в этом состоянии, думая, что его там съест кракозябра, не понимая, что сам он эту кракозябру себе моделирует, он сильно может испугаться и из этого испытать психологический стресс, естественно. А если он очень сильно испытается, он может потом восстанавливаться очень долго. Поэтому ты жизнью не необходим. Или умретит от разрыва сердца. Может быть такое. Я, слава Богу, не сталкиваюсь с такими ситуациями, но я уверен, что такое может быть. Поэтому... То есть людям с плохим здоровьем лучше этим не заниматься или как? Людям, которые не понимают природу этого феномена и лезут просто не понимая куда, вот этим не надо заниматься, если ты не понимаешь, чем ты взаимодействуешь. Если ты понимаешь, что это ты сам с собой встречаешься, что все страхи это ты и есть, то человек автоматически уже не будет пугаться. И раз он не пугается, он спокойно на это реагирует, он в это время спокойно может встать, по ощущениям отделиться от своего тела, фантомным уже телом, и испытать интересный опыт. Но вот как раз таки это преграда, это автоматический предохранитель нашей психики, который не пускает людей, не подготовленных в глубины себя. Если у тебя есть страхи, если ты не понимаешь, как обустроена твоя психика и бессознательная, ты сам себя бессознательно туда и не пустишь, ты испугаешься, это нормально, это мы каждый с этим сталкиваемся. Вопрос в том, если ты начинаешь это глубже изучать, это для тебя открывается, и ты туда начинаешь потихоньку все глубже и глубже заходить, изучать самого себя изнутри. Но пока человек, если не готов, он автоматически сам себя туда не пустит, либо это его испугает, либо он в это не поверит, либо, ну, как сказать, придет какая-то идея того, что мне сейчас это не надо. Это тоже нормально, значит, через некоторое время, возможно, это понадобится. А может, сейчас это просто не нужно. Ну что ж, Домир, огромное спасибо. Итак, я хочу сказать нашим уважаемым радиослушателям, что он на волнах радиостанции «Сангейтс», который находится в Стольном городе Чикаго. Сегодня у нас выступал второй раз уже Домир Миронов, человек, который умеет и знает, как производить внетелесные путешествия. Огромное вам, Домир, спасибо за такую интересную и исчерпывающую передачу. Я уверен, что мы однозначно с вами скоро опять повторим нашу передачу, вы расскажете нам что-нибудь еще, и мы будем потихонечку углубляться в столь интересную и непознанную тему, как внетелесные путешествия. Огромное вам спасибо. Владимир, благодарю. До следующих встреч. Обращаюсь к слушателям. Возможно, пишите Владимиру центру «Сангейтс» вопросы, которые бы вас интересовали. Мы также их в контексте наших бесед можем затронуть. Всего доброго, связи. До следующих встреч. Благодарю. Спасибо, Домир. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok